Всем привет! С наступившим вас Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым! Хотя, когда этот влог выйдет, Рождество уже пройдет. Потому что я хочу заснять, как мои детки будут распаковывать подарки рождественские. Поэтому, в любом случае, с Рождеством вас тоже! Начинаю свой влог. Я уже вернулась в Киев, и Новый Год у меня прошел замечательно. Мне очень понравилось. И мне понравилась Буковель зимой. Очень хочется туда теперь поехать еще и летом. У меня голос севший. Я там слегка смеялась, слегка пела, слегка была на воздухе и много говорила. В общем, у меня сел голос и болит горло. Поэтому много болтать не буду. Оставайтесь со мной. И в этом влоге будет много чего интересного. Но я так и думаю. И в этом влоге покажу вам свой стол, который вот сегодня-завтра уже ко мне приедет. Думаю, даже сегодня. Новая почта звонила. Говорили, что привезут. Все, не могу говорить, уже болит очень. Все, оставайтесь со мной. И влог продолжается. Я тебе тоже как-то иду, Андрюшка. Новый Год. Новый Год. Вот ее зеркало. И вот тумба. В которой мы спеяли только что перли на второй этаж. Если бы видели как. Фух, я аж запыхалась и поняла, что я силач. Я теперь не знаю, оставить этот стол здесь, как я и планировала. Вот с этим зеркалом. Или поменять местами. Эту тумбу поставить, получается, вот сюда. В общем, поменять их местами. И тут как раз зеркало будет такое огромное, большое. А тут, когда при входе, вот когда заходишь, будет просто стоять комод вот этот. Мне кажется, гораздо удобнее будет, нежели тут будет стоять огромное тумба с зеркалом. Не знаю. Наверное, с Петей сейчас будем придвигивать. Спасибо, Андрюшка. Тут еще поздравления с Новым Годом идут. Петя мне помогает. Фу, я так запыхалась. И я поняла, я силач. Я так вещи сушу. Он так быстрее сдохнет. У меня голос сел еще, а я еще не выздоровела после Карпат. Я его собрала. Ну как, Петя мне его собрала, я его помыла. И сейчас пытаюсь отдышаться. Как мы его заперли на второй этаж, вы бы видели. Я просто силач. Сейчас буду чуть убираться. Потому что завтра приезжают мои мама с детками. Поэтому буду сейчас заниматься уборкой. Сегодня, если успею, еще съезжу в эпицентр, куплю лампочки. Чтобы уже можно было бы скорее снимать видео, макияж. У меня очень много тем. У меня очень много. Вот тут сзади есть. Лореаль привез две посылочки. Поздравления с Новым годом. Первое это пряники. У меня не было, поэтому мне привезли сразу две. А девчонкам привозили по одной. И здесь еще новые помады от Лореаль. Вот. И тут у меня есть Maybelline, которые уже давно привезли. Они очень классные. Но их надо тестить, именно показывать вам, как они смотрятся на губах. И я ждала этого зеркала. То есть я ждала этот стол для того, чтобы делать вам такие видео на канале. Жизнь, мама, которая девушка. То же самое будет и с Лореалью. Я буду снимать много обзоров теперь. И буду снимать вам свочи, макияжи. Сейчас открою и покажу, что в коробке. Ты какая красотень. Дай блеска в Новом году. С новыми помадками. И какая-то бутылка блестящая. Ух ты, класс, класс. Смотрите, какие красивые. Новые не могу открыть. Это 111 номер. И он так вкусно пахнет. Вот. И я хочу скорее вам уже снимать видео. Тут 6 помадок. И они все разных оттенков. И, кстати, не темные. Видите, они ближе к розовому. 112 номер. О, красненький. Я люблю такой алый. Это 352. 350. Это такой прям красный-красный. Это розовый. 642. И ближе к сливовому такому. 464. Спасибо, Лориал. За такой подарок. К Новому году. Это очень приятно. Такая елочка. Красивая елочка. Из помадок. Видите, да? Тут звездочка. Сверху. Вот. И я хочу посмотреть, что же здесь в бутылке. Я приехала в Эпицентр. И купила дофига лампочек. У меня к столу надо, в общем, 13 лампочек. Одна лампочка стоит... В общем, дофига стоит. Я сейчас отдам около 1000 гривен только за лампочки. В общем, быть бьюти-блогером не так уж и дешево. Я замученная такая. Вот. Ну, ничего. Мне еще за продуктами надо съездить. Мои приехали. Я их, кстати, сегодня встретила и вырвалась купить продукты. О, меня сзади видно. А, еще хочу стул посмотреть. К моему столу теперь нужен стул. Я хочу такой же белый. Сейчас гляну, есть что-то или нет. Много разных стульев, но я чувствую, что тут я не найду то, что мне надо. И искать мне придется через интернет. Я хочу такой без спинки. И чтоб он подымался. Типа вот такого. Вот такой вот. Ого. Ну, как бы за 2,5 милочек хочется покупать такой стул. Буду что-то искать. Как для бара стул нужен. Чтоб он подымался, опускался. И хочется белый все же. Вот еще, кстати, как вариант. Ну, тоже 1600. Вот. Надо мне замерить, чтоб я уже не прогадала. Вот это, наверное, подойдет. Он со спинкой. Я все-таки другой подселила. Это больше такой кухонный. Может, такой. Он подымается. Мне все равно не нравится. Я бы хотела белый и более какой-то, знаете, как-то дерево. Гереганый какой-то. Посоветуйте, где посмотреть. Кто в курсе. Полный багажник продуктов. А багажник у меня немаленький. Дети приехали, надо кормить. Пока их не было, я в магазине почти ничего не покупала. Было очень экономно. Но, правда, все денежки отдавала Маля, чтоб она кормила детвору. А это заказочная скала. Ну что, сейчас будет красота. Прям красота-красота. Это лампочки холодного света. То есть дневного света. Я так устала, на самом деле. Что заговариваясь. Завтра уже 6 число. Купила много продуктов. Надо будет готовить. Вот. Надо будет готовить. И еще видео хочется снять. И выложить. И, во всем. На самом деле, дел очень много. Но видите, что занимаюсь. А не светит вот таким вот. О, а это что-то не светит. Что такое? Ты просто ее сильнее прикрути. Нет, что-то не то. А сейчас мы попробуем. Другое место. Да, может быть, просто тут не едут. Ага, это лампочка. Какая-то фигня. Сейчас попробую сюда. Ну, на лампочке фрагодности. Да, видите? Лампочка фрагодная. Да, понесу ее. Чек у меня есть. У них срок годности 2 года. И на вот эту 3. Ну, то есть, тут написано 3 года гарантии. Это 12 ватт. И тут все точно такие же. Они идут по акции по 3 штуки. И тут 2 года гарантии. Хотя они одинаковые. Не знаю, с чем это связано. Завтра понесу в этот. В эпицентр обратно. Ну, обидно, конечно. Там я и не проверяла, потому что, когда говорят, давайте проверим, он говорит, ну, нет смысла, потому что они нет гарантии. А это я лампочку прикрепила. Вот такой вот у меня стол. Я заказала его с Днепродзержинской области. Он мне обошелся, ну, не сильно дорого. В общем, в общей сложности 6 копейками. Чего ты плачешь? Иди ко мне. Мне стол обошелся в 6 копейками, но это вместе с доставкой. Доставка стоила 1 тысяча новой почтой. 1 тысяча 55 гривен. Мне доставили под дом. И такие говорят, ну, все. Я говорю, подождите, ну, а как? Вы хоть мне там завезите его. Ну, завезли, слава богу. Он говорит, ну, мы доставляем только до подъезда или до двора. Ну, это, мне кажется, от людей зависит. Поэтому мне, как повелась новая почта, мне не очень понравилась. Вот. Ну, все. Я довольна. Теперь буду снимать вам видео для канала Жизмамы, которая девушка, и не только. Теперь у меня есть рабочая зона. Также я купила ширму. И я думаю, что теперь будет гораздо больше видео, но будет очень хорошим и качественным, хорошим светом. Я... Вы даже не представляете. Я очень довольна. Это я сделала себе подарок. К Новому году. Кстати, сейчас... Такое ощущение, будто я не через зеркало, а реально просто тебя снимаю. И качество вообще отпад. Класс. Я участвовала в одном проекте от магазина Космо. И я оставляю внизу ссылочку. Мы с девочками. Пять бьюти-блогеров. И вот меня взяли тоже. Мы снимали макияж. И на протяжении целого года, раз в неделю, будут выкладывать видео у кого-то из девочек. И там будут и мои видео, где я наношу макияж разных тем. Вот. Поэтому те деньги, которые я заработала, вот, с этого проекта, я купила себе стол. Я их не просто потратила, а, можно сказать, опять вложила для того, чтобы развивать свой канал. Я безумно рада. Я очень довольна. Теперь буду заполнять все это косметикой. И у меня есть место для съемок. И я просто, ну, очень-очень довольна. Очень-очень рада. Так что делайте, девочки, себе подарки. Не жалейте на себя, дети. С верхним веком закончили. Теперь буду использовать карандаш. Карандаш, зеленый, интересный. И он тоже с переломудром. То есть я сегодня буду звездой. Сегодня надо точно куда-то идти. Так, ну что. Я буду использовать его на нижнее, как я уже говорила. Но слегка вот тут вот я все равно подкрашу. То есть свою стрелочку я сделаю зеленой. Все будут грубее, Аня. Ты разве хочешь, чтобы к тебе грубо относились? Нет? Молодец. Теперь и сюда. Да. Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. Два часа его звала. Два часа его ждала. За уроки не садилась. И обедать не могла. В это утро очень рано. Говори. Соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить. Прыгать, лаять. Всех? Я ему не буду. А, ты хочешь слушать только, да? Всех будить. Он увидел одеяло. Покрываться нечем стало. Он кладовку заглянул. С медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы. На пол с лестницы упал. В клей залез передней лапой. Еле вылез. И пропал. А яблоня обманула. А в это время, Аленушка, Иванушка, бегут сильно от яблони до дому. К своему дому торопятся сильно. Смотрят. Гуси-лебеди снова их догоняют. А они к реке. Река, река. Закрой нас, говорит. Нас гуси-лебеди хотят. Банечку забрать. Поднял ему волна, река. И говорит. Заходите. И сделала водопад. Волной прикрыла. Побежали. А мы закрылись. Волнули. И сидят тихонечко. Я опять в эпицентре. Меняла лампочку. Одна не горела. Тринадцатая. Зашла в отдел с покрывалом. Потому что мне надо покрывалом. Под мою теперь белую комнату мне надо белое покрывало. А то, которое есть, уже не подходит. Вот надо новенькое. И вот смотрю или здесь, или может быть в интернете где-то глянуть. Девчонки, посоветуйте. Дайте ссылочки, где посмотреть покрывало. И может быть подушечки к покрывалу. Хочу все белое. С какими-то элементами. Может быть яркими. Я хочу новый дом. Я хочу квартиру. Что-нибудь хочу свое. Уже свят вечер. И мы договорились с девочками, что подарками обмениваться будем вечером. Только Демка свой глобус найдет под елкой уже утром. Сейчас я девочек позову. Здесь Никен подарок. Это мамин подарок. Вот. Вы и есть мой подарок. Девочки идут? Дуже дякую. А в чем пусик? Убам, мадмазэй. Ты что, мне отлила? Вот, хулиганка. Ну что, спасибо. Ой, Аня. Ты что, всех снимаешь на этом? Да, я всех снимаю. Мама приболела. Больная, больная. Ну что? А я уже вижу свой подарок. Ну давай, открывай свой подарок. Ой, иди. По очереди. Так. Красиво, красиво. Ну-ка. О, типа Элс, но лучше. Круто. И самое важное. Это просто были бонусы. А ну. Та-та-та-та. Неужели? Хватит пищать, как вышки. Больше, что значит купить то, что ребенок хотел. Спасибо. Спасибо. Да, дофига. Ну, в общем, рисовать тебе, не перерисовать. А Демен покажу вам уже, как он его, ну, как на него реагирует завтра. Да, это светильник. Можно только мои? Лампочка. Можно мои ручки? Забирай. Он тяжеленький. Да? Тяжеленький? Да. Да не донесу, Белая Русь. Да не снимаю, не снимаю. Ой, красота. Ой, какая красота. Так, а тут вот пакетики. Ой. Какая ручка какая. А ну-ка. Тучки термонетные мальчики. Ой. А что это такое? Ой, шаль. Как раз к моему пальту. У меня серо-розовое. Бежит, бежит, Дима. Поцелуй, поцелуй маму. Доброе утро. Доброе утро. Так, где твои подарки? Доброе утро. Где твои подарки? Это что, Никки? Нет, это тебе. Открывай. Как ты думаешь, что это? Глобус. Это глобус, правильно. Это не мой глобус. Это твой глобус. У Никки глобус есть, но мама решила, что тебе глобус тоже нужен. И он внутри светится. Крышечку открывай. Давай, Глобус. Это внутри. Да, вот так. Давай. Ой, большой глобус. Давай, доставай, доставай. Не трогай, доставай. Доставай, Глобус. Вот так, вот так, вот так. О-о-о. Да, да. Включай. А машины? Машины хочешь? Так папа тебе сегодня подарит машину, а мама решила тебе подарить глобус. Ты же с Никкиным играешь-то? Я подумала, что тебе тоже глобус нужен. И смотри, как он умеет делать. Смотри. В общем. Да. А надо еще крутить? Крутить еще можно, да. А теперь, раз, два, три, глобус, гори. Та-да. А ну-ка. Вот, да. Видишь, как светильничек. Ой, какой красивый. Так, классно. Девушка, тебе нравится? Да. Да. Мне тоже нравится. Светильник красивый. Он функционирующий. То есть, это реальный глобус. Ты хочешь, чтобы он быстро крутился? Там просто лампочка, поэтому он не сильно крутится. Ну, смотри. Здесь вот разные животные. Где, в какой стране, какие животные. Тебе нравится глобус? Нет. Почему? Потому что. А я так старалась для тебя. Мне понравилось. Понравился? Теперь, Демидушка, будем ставить этот глобус там. И он будет ночью гореть. Не хочу. Светится. Гореть не надо. Да. Ну, открывай, Демид. Давай, тяни. Тяни за меня. Тяни, тяни, тяни. Теперь вот тут. Вот тут, тяни. Вот тут тяни. Ты с этой стороны. Давай ты с этой, а я с этой. Вот тут. Вот тут, бери. Так, теперь ты тут открывай, а я тут. Давай. Оп. Ого! 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 Какой пластилинчик! Пластилинчик, да? Да! Дёма, смотри, какая птичка! На ёлочку повесит! Повесим на ёлочку, да? Мяу! Птичка мяу, да? Аааа! Аааааа! Что там ещё? Что это такое? Чурчелла? Нет, это... Это? Рездвяный кекс Кекс! Что, будем пить чай? Конечно! А еще что там? Что это? Конфеты высыпались! А что это, Демит? А ну, маме покажи! Молния Маквин! Молния Маквин? Какого цвета? Красный! Дема, Дема, смотри! Не-не-не, Дема, а ну, мам, засними! Закрывай глазки! Они тяжелые, наверное! А ну, как крутит не дождь! Ха-ха-ха-ха! Я не устаю тебе! Чтобы больно мне не делала! Чтобы не делала больно, да! Очень круто! Надо провести дегустацию! А ну, они тут разные! Да! Я пробовала! Чернослив вкусный очень! А мне я хочу! И ты будешь конфеты! Я хочу конфеты! Я хочу конфеты! С праздником вас! Сегодня Рождество! Мамулька моя! Мы сейчас с мамой едем в церковь! У меня... Уже можно сказать, бывший муж забрал на Рождество детей к себе! И мы с мамой не знаем, чем себя занять! Очень непривычно! Ходим по дому и не знаем, что делать! Но мы планировали в церковь, поэтому сейчас едем в церковь! Ну, а там я не знаю, что мы будем делать! Обычно детвора поднимает шум, гам, и куча всего, что надо делать! А когда дома тихо, и ты ходишь такой, как по дому, как привидение! Не знаешь, чем себя занять! Поэтому я только привыкаю к такому чувству, когда дети не дома! Но вечером он их привезет, поэтому мы тут с мамой... Мама прячется! Она приболевшая! Приболевшая! Но я тоже чуть-чуть, но у меня как бы чуть-чуть уже проходит! И голос уже появился! Мы едем в церковь, которая у нас в парке партизанской славы, недалеко от дома! Да, и может быть даже с мамой сегодня очень хорошая погода! Прогуляемся в парке, если она захочет! Я же говорю, занять себя нечем! Ну все, я вам попозже еще включусь! Или может быть даже влог на этом закончу! Потому что у меня влоги по полчаса, и не все их смотрят, особенно мамы! Времени не хватает! Поэтому я поздравляю вас с Рождеством Христовым! Желаю вам мира, добра, взаимопонимания, любви, хороших людей рядом! Всего самого-самого-самого! И до нового влога, до новых видео! Ваша Запорожская и мама, которая девушка! Все, всем пока-пока! Вау-ля! 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 Субтитры создавал DimaTorzok